уважаемые любители моих всяких историй про эволюцию гоминид сегодня у нас странный нож кролик о пропаганде ну на самом деле про систему в чухи вы как бы сделать так чтобы тот кто нами руководит добивались необходимого результата который должен возникать наших головах но только сейчас делается это уже похоже на анекдот и плоды его к сожалению очень печально поэтому надо обратиться к истории а как добивались высочайшего втюхивания различных идей самых нелепых историй в советские времена ну то что чем-то кончилось всем уже давно известно о том что не помогло на поздним этапом ничего не медальки засвоение бама не герои труда не все остальное но тем не менее попытки были неплохие учитывая то что очень много людей искренне верили на протяжении очень многих лет в эту вообще истории которые мы рассказывали показывает что технологии было неплохо это не знать что ее надо немедленно копировать но тем не менее обратиться к некоторому опыту можно вы извините я режу тыквы запасаюсь на зиму тык у менять мать мущая в чем очень разных и вот даже такие ужасного вида это ничего что они похожи на причиндал их большого слона хотя у слона подлиннее немного эти тыквы очень хороши тем что здесь семечки видите вам в самом краешке вот здесь находится а все остальное это то содержимое которое я жарю во фритюрнице почему собственно говоря и готовлюсь морально и физически так вот как же было дело раньше ну вот посмотрите ну например в 60-е годы когда прошло там 40 лет после революции как например выпускались альбомы фотографии вот вам владимир ильич вот он с солдатами вот он с кошечкой кошечек любит вот вам владимир ильич с кошечкой пожалуйста получи искать ответ а вот и с детишками чаду любия как известно это важнейший залог женской любви владимир ильич пожалуйста там с племянничком ну и поймали где-то недалеко кухаркину девочку там все написано в этих книжках было очень подробно более того дед гиз сосредотачивался на этих изделиях вот пожалуйста книжка слушаем про ленина дед гиз 61 года активно пропагандировался некий образ который с точки зрения тогдашних властителей умов надо было загонять в мозги детей в очень раннем возрасте для этого было из были специфические издательства которые собственно говоря издавали такие книжки включая издательство малыш где огромными тиражами издавались прекрасные книжки про детство велича с ним еще найдем так вот причем хорошие поэта вполне способны и так сказать к сложным сложной работе такие как сергей михалков сочиняли замечательные книги например ленин музей ленина там и про старые весны у вас все остальное и очень красиво написано талантливая одаренным человеком он использовал свой талант как своеобразно несколько но это дело личное в конце концов ну и отчасти конечно социально коммерческая но мы знаем как это происходит и в современности кроме этого причем вот там про владимира ильича стихи тематические пожалуйста девочка ильич нежные причем романтический стихи ну здесь похож чем у михалкова но тоже ничего 60-й год кстати говоря издана в киеве украинский шедевр ну и если посмотрим другие аспекты не только пропаганда где детям про ильича но и про остальные какие-то тонкости ну например вот набор книжечек перед вами это замечательная книжка религия опиум для народа хорош книжка вот она красота и что же здесь написано кстати говоря есть извлечение из маркса и энгельса о религии давно забыты какие главы классовая сущность лозунга буржуазии религия должна остаться у народа вам это ничто не напоминает ассоциаций не формируется религия орудия колониального порабощения нет не получается мне кажется что ассоциации как-то ненавязчиво возникает вместе часами патек филипп церковь дефис сестра близнец феодальной аристократии ну вот не книжка просто песня ну вот причем здесь и эволюционный подход осуществляется причем в области философии например философии вырабатывавшиеся сначала из религиозных форм сознания уничтожает религию так как таковую ну да это так бывает есть конечно сознание вообще возникает а мы знаем что но возникает далеко не всегда более того а как издавались книжки вот видите замечательная книжка желтым обрезом на хорошей бумаге с хорошим переплетом и за многие годы не испортилась и знаете про кого славный сын коммунистической партии советского народа про ля инды ильича ну я надеюсь вы знаете этот анекдот книжка издательство политической литературы 77 года вы знаете да владимир ильич когда уже плохо себя чувствовал к нему пришли не сказали владимир ильич в общем вы не очень себя чувствуете вот скажите пожалуйста как вас хранить он говорит ну как как лицом вниз к этому для ничего чего также не положено не по каковский не по коммунистический не духовными пастырями тоже неплохо вы посоли в то время как и сейчас нет все-таки лицом вниз он говорит ну зачем же так он говорит ну как как зачем вы через 20 лет чтоб вам было удобней меня в задницу целовать вот это очень похоже на правду потому что уж те комсомольцы и коммуняки которые устроили все безобразие с разворовыванием страны я думаю что были не через 20 а через 10 лет готовы целовать могилку ли нича лежал бы он конечно как положено таким образом пропаганда была у начиналась очень маленького возраста это очень важно начать втюхивать разные идеи на незачищенной территории пустого детского мозга с раннего возраста и для этого был издательство малыш вот надежда константиновна крупская сочинила вот такую книжку кстати говоря тираж 400 тысяч экземпляров он тоже кое о чем говорит это издательство малыш 72 год владимир лич ленин какой стиль какие иллюстрации это все за 32 копейки вы чувствуете издательский шаг а какие какой текст это же современные литераторы отдыхают текстовики нежно плачет в углу в комнате на стене висит портрет вася сказал отцов почему войска папа расскажи мне про него а ты знаешь кто это знаю это ленин да это владимир ильич ленин наш любимый родной наш вождь ну слушай это так он обращается к сыночку ну плохо жилось был я молод плохо жилось тогда нам рабочим работа была тяжелая работали мы с утра до поздней ночи и жили в проголодь это рабочие это в россии жили в проголодь ну и рабочие соответствующие стоят ответьте у них железки какие-то ну вот ну и злой буржуй конечно с костылем почему-то подорвался ну вот хозяин завода был данилов он не работал спины не гнул а жил он ох как богата но и в таком духе чувстве текста 45 слов в предложении блеск вот это совершенство помещики и капиталисты были заодно заодно с ними было самый главный богатый помещик царь он над всем хозяином был вот это да он над всем хозяина это литературный шедевр просто наш константин надо было давать нобелевскую премию по литературе это точно ну и так дальше значит книжка но естественно здесь владимир и ленин с помощниками сарман наверное намекается но это детали уже это тонкости в общем печатает искру ну ясное дело там ленин уехал за границу издалека писал рабочим что им надо делать а потом опять приехал и руководил всей борьбой для справки меня из школы выгнали за то что я собрал сколько владимир ильич прожил в швейцарии и когда я объявил что это было 10 лет а все собрания проводились в кабаках меня не оценили нет меня так сказать осудили всячески а дальше революция революцион пожалуйста все в цветных картинках для детей за 33 копейки за 32 до вот это да феврале семнадцатого года рабочие вместе солдатами тогда война была прогнали царя а потом прогнали помещиков от него землю а потом заводы фабрики стали заводить свои порядки но есть конечно революционный штурм зимнего дворца то есть пьяные матросы переползли как-то лебежью канавку и взяли власть свои руки ну или в ноги я не знаю в общем если эту книжку сейчас переложить какому тераписту опытному и талантливому конечно на современный жаргон это супер хит то есть так и хочется глядя вот на этот штурм зимнего напеть выбора зимний взят зимний взят красные заняли петроград вот такие штучки вот так делалось почему потому что надо если вы хотите что-то добиться и что-то заложить в голову ребенка так чтобы он до конца своих дней считал что партия наш рулевой это неважно какая ну или религия нашу лево это все равно в общем любую глупость засунут надо засовывать до 7-8 лет через издательство малыш тогда это упадет в лимбическую систему и в ней останется до всегда выколотить нельзя и он так и будет рассуждать как современные там 75-летний 80-летний дедушки что вот вот был бы там сталин было бы хорошо вот видите так что технологии известно она построена на работе мозга именно поэтому свое время было сделано так после революции чтобы быстро перегнать сознание людей из религиозного который был тогда в россии очень распространено в другое социалистические коммунистическое надо было что делать забрать детей забрать детей облегчить работу мам во первых заставить их гадюк работать а во вторых детей забрать детские сады ясли там и так далее и там их уже вот через издательство малыша кучивать и все они выпадали из-под контроля бабушек родителей и мы засовывали в голову бог знает что то что вам нужно иначе и тогда забота о родителях чтобы их освободить для постройки коммунизма и социализма значит превращалась на самом деле в методическое перевоспитание детей которым закладывалось в голову то что нужно ну то что он хочет в результате получается вполне себе подходящее население ну ты то что раньше было альтернативой этому всему это что там 70-х годах вот у меня сохранился из тех славных времен такой журнальчик называется континент номер 57 но случайно сохранился восемьдесят восьмой год но уже там послабление через но забавно что было в альтернативе все начинается катастройка главы из романа зиновьева сан саныча одного из крупнейших логиков нашей современности который единственный кто разрабатывал философ к лиска лингвистическую логическую теорию социализма но зияющие высоты я думаю что многие об этом ну хотя бы слышали ну и всякое другое есть андрей тарковский из дневника публикация ларисы тарковской но всякие интересности которые в общем-то привлекали интеллигенцию или до сидентов то есть можно было много чего почерпнуть забавно и интересно но это могло как-то повлиять да и нет что там с этой интеллигенции дальнейший опыт показал что эти что такая антипропаганда хотя я сам слушал голос америки несмотря на глушилки стоявшие около курского вокзала многочисленные в общем то там много чего даже там 12 13-летнего мальчика из москвы раздражала у этих картовых шепелявых придурков которые сидели тогда на этом радио голоса америки то есть плохо работал ну а там профессиональные диссиденты или диссидент как хотите иногда и пересиденты они кормились с этого торговали дефицитными джинсами кроссовками около комков покупали на них коньяк и радостно выпивали я участвовал этом процессе поэтому могу рассказать но это уже другая история а для современников наших могу сказать что ребята надо думать организовывая пропаганду и не ожидится то есть том смысле чтобы не бояться тратить деньги но проверять как их ворует то есть воровали что поменьше тогда можно добиться необходимой системы мира понимания и мира осознания у подрастающего поколения когда них можно будет опереться а если они будут опираться на непонятные совершенно вещи которые ничего не дают не знаний не веры не убеждений а являются продукции собственно говоря жевательно-пищеварительной системы то есть ну когда у них главное это что карточка папина в труселях на голо тело но еще и побежали чё делать чё хочется размножаться есть пить и ослабляться ну и чего вы вырастите будет большой обезьянник уже пара поколений детей очень богатых родителей выехавших на запад собственно говоря это и демонстрирует через них получилось все было все возможности хоть шокс вот хочешь кембридж хочешь московский государственный университет куда не делись они туда же делись куда делись вот эти вот диссиденты которые когда свершилось свершился вот это вот безобразие переход от социализма к свободу стране организованной запада почему многие наши что самое смешное спецслужбы верили в это это какой же уровень идиотизма мамочка это просто уму непостижимо и нерастяжимо они верили в эту ахинею вот эти вот которые диссиденты не хорошо знали что кончится они сразу дернули на запад и спокойно там похрюкивая из-под порожка там потребляют свои эти самые дотации которым выделяют за прошлые заслуги поэтому чтобы не упускать поколение и не жаловаться потом на то что бритва на гильотине недостаточно остро и надо этому уделять внимание и для этого в нашей стране все подготовлено и разработано детской психологии детской физиологии которые сладко уничтожали приехавшие запада слабоумные идиоты у нас она была очень хорошо разработана ей надо воспользоваться раз уж мы собираемся идти каким-то своеобразным оригинальным путем на этом уважаемые слушатели с вами прощаюсь и перейду к зажариванию тыквы что пока еще можно сделать снег не лежит хотя шляпка у меня уже зима до свидания а а